В округе за последние 10 лет для детей-сирот приобрели 183 квартиры. Реализация муниципальной программы обеспечения жильем детей, которые остались без попечения родителей, стала первым вопросом повестки оперативного совещания. С него началась рабочая неделя в округе. Ключи в новую жизнь прямо на совещании вручили троим детям-сиротам. Их квартиры отремонтированы, обставлены мебелью и полностью готовы к переезду новоселов. Средства на приобретение жилья для детей, оставшихся без попечения родителей, выделяются из федерального и областного бюджетов. В 2019 году на эти цели приобретается 17 квартир. Квартиры приобретаются и предоставляются при достижении ребятами 18-летнего возраста. От торжественной части участники официальной встречи перешли к рабочим вопросам. Об оперативной обстановке в округе доложили представители правоохранительных органов. За прошедшую неделю полицейские возбудили 38 уголовных дел, 32 раскрыли по горячим следам. Одним из самых громких преступлений стало нападение на ветерана. Он пошел, снял деньги в банке в Москве, там же обналичил, все сюда. Неизвестные в Балаклавах подлетели, свалили с ног, забрали сумку с деньгами. Там было порядка где-то 16 тысяч долларов. Округ продолжает преображаться к весенним праздникам. Благоустраивают его более 900 человек и 95 единиц спецтехники. Завершилась третья неделя марафона субботников. В минувшую субботу навести порядок на улицах округа вышли более 14 тысяч люберчан. Одной из самых больших площадок проведения субботника стала территория возле дома 16 поселка Калинин. Всего в рамках акции было приведены порядок улицы, 107 дворов, 44 общественных территорий, 48 объектов образований, 47 объектов торговли, места общественного посещения и отдыха жителей. Над наведением порядка трудятся и дорожные службы. Ежедневно на улицах города доработают 160 человек и 77 единиц спецтехники. Они убирают тротуары и газоны, моют проезжую часть, дорожные знаки, сигнальные столбики, вывозят мусор и проводят ямочный ремонт. Кроме вопросов благоустройства, на оперативном совещании обсудили работу регионального оператора «Эколайн-Воскресенск» и реализацию программы «Мой подъезд». Дарья Борисова, Алексей Курский, Петр Подомаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Ютубе, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.